Редактор субтитров А.Семкин Подробно о времени и частотах нашего вещания вы можете узнать на веб-сайте nhk.jp.russian Приглашаем послушать наши программы. Редактор субтитров А.Семкин Мы начинаем нашу передачу с информационного выпуска, в начале которого о главных событиях. Синзуабе и Владимир Путин обсудили вопросы о Северной Корее и совместной экономической деятельности. Япония и Россия подпишут 29 соглашений. Японские и американские истребители провели совместное учение. Мемориал в Лос-Анджелесе уяковечит память об американских японцах, заключенных в лагеря. А сейчас подробнее об этом. Премьер-министр Японии Синзуабе заявил, что он и президент России Владимир Путин договорились совместно призвать Северную Корею воздержаться от дальнейших провокационных действий. Оба лидера выступили на совместной пресс-конференции в Москве в четверг после состоявшихся ранее в этот же день переговоров. По словам японского премьер-министра, он и президент Путин договорились продолжать тесное сотрудничество в призыве к Пиньяну уважать резолюции Совета Безопасности и воздерживаться от дальнейших агрессивных действий. Лидеры также обсудили совместную экономическую деятельность на контролируемых Россией островах, возвращение которых требует Япония. А бы заявил, что они договорились с Путиным направить в начале мая со знакомительной поездкой группу официальных представителей государственных органов и частного сектора на спорные острова. Он сказал, что Япония и Россия приступят к процессу конкретизации совместных проектов. Называя президента России по имени, Абе сказал, что он и Владимир хотят работать над заключением мирного договора. Япония и Россия еще не подписали мирный договор по причине территориального спора о четырех островах. Японское правительство заявляет, что острова являются неотъемлемой частью территории страны и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Абе сказал, что упрочнение связи между Россией и Японией почувствуют многие люди. Обе стороны совместно работают в области медицины и улучшения городской жизни. Япония и Россия договорились подписать 29 соглашений для продвижения вперед плана экономического сотрудничества, предложенного премьер-министром Японии Синзо Абе в прошлом году. Японский министр по экономическому сотрудничеству с Россией Хироси Гесеку и первый заместитель премьер-министра России Игорь Шувалов достигли соглашения о внесении изменений в рабочую программу для осуществления предложенного Абе экономического плана. Они выступят совместным заявлением. Один из пересмотренных моментов будет включать такие проекты, как строительство Центра медицинской профилактики и диагностики, а также усиление поддержки ухода за новорожденными. 29 соглашений и протоколы о намерениях будут заключены на правительственном, корпоративном и других уровнях. Подписание будет приурочено по времени к ближайшему саммиту между Синзо Абе и президентом России Владимиром Путиным. Власти японской префектуры Ямагучи и российского Краснодарского края заключат соглашение о развитии сотрудничества в различных сферах, в том числе культуры и туризма. Японская торговая компания и российская фармацевтическая фирма подпишут соглашение о передаче друг другу части своих акций с целью объединения капитала. Президент США Дональд Трамп заявляет, что хочет решить проблему ядерной и ракетной программ Северной Кореи дипломатическим путем. Однако это очень непросто. В четверг в овальном кабинете Трамп дал интервью новостному агентству Reuters в преддверии даты стадневного пребывания на посту президента, которая наступит в субботу. Он сказал, что есть вероятность крупного конфликта между США и Северной Кореей. По словам Трампа, он чувствует, что председатель КНР Си Цзиньпинь делает все, что в его силах с целью помочь США справиться с ситуацией. В данный момент США, по всей видимости, ожидают, сможет ли нажим со стороны КНР на Северную Корею разрешить проблему. Эта группа во главе с авианосцем Карл Винсон идет в северном направлении к Корейскому полуострову после выхода в этом месяце из Сингапура. В воскресенье на прошлой неделе эта группа провела учения с кораблями морских сил самообороны Японии у берегов Филиппин. Официальные представители Министерства обороны Японии заявили, что морские силы самообороны могут провести новые совместные учения с американским авианосцем в Японском море. Недавний опрос о президентских выборах в Южной Корее в следующем месяце показывает, что кандидат-центрист Ан Чел Су все сильнее отстает от фаворита-либерала Мун Джей Ин. Опрос, опубликованный в пятницу исследовательским центром «Голуб Корея», показывает, что кандидат от крупнейшей в стране оппозиционной демократической партии Мун Джей Ин лидирует с уровнем поддержки в 40%. Кандидат от народной партии Ан Чел Су набирает 24%. Результат Мун Джей Ин практически не изменился по сравнению с прошлой неделей. Ан Чел Су с прошлой недели потерял 6 пунктов. Рейтинг его поддержки сокращается уже 2 недели. Изначально он оставал от Мун Джей Ин всего на 3 пункта, а теперь позади на 16 пунктов. Президентские выборы состоятся 9 мая. Второй тур президентских выборов во Франции 7 мая станет поединком 1 на 1 между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен. Оба кандидата не принадлежат ни к одной из традиционных политических партий в стране. В сегодняшнем выпуске рубрики «Взгляд» Набиль Ваким, бывший глава политического отдела французской ежедневной газеты «Ле Монт», делится мнением об итогах первого тура выборов. Результаты первого тура президентских выборов имеют большое значение. Впервые ни одному из кандидатов от двух главных политических партий, социалистической и республиканской, не удалось выйти в решающий тур. До настоящего времени эти две партии доминировали в политическом мире Франции. Другими словами, во второй тур президентских выборов вышли два аутсайдера, не принадлежащие ни к одной из партий, находившихся у власти. Это весьма неожиданный результат, который следует принимать во внимание. Опрос общественного мнения, проведенный 25 апреля, дает основания предполагать, что Макрон получит около 60% голосов избирателя в заключительном туре. Это означает, что Марине Ле Пен достанется примерно 40% голосов. Национальный фронт, который возглавляла Ле Пен, добился значительной поддержки, вопреки первоначальным прогнозам. С другой стороны, призыв других партий, например, республиканской, о том, что угодно, но только не национальный фронт, не нашел отвлека в сердцах избирателей. Вы слушаете радио Японии, всемирной службы NHK World. Мы ведем свою 30-минутную трансляцию на русском языке в направлении Европы с 3 часов 30 минут и 17 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 1386 кГц, а с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. В направлении Дальнего Востока с 5 часов 30 минут и с 8 часов по всемирному времени на частоте 11790 кГц, а с 11 часов по всемирному времени на частоте 7355 кГц. В направлении Центральной Азии с 16 часов по всемирному времени на частоте 927 кГц. В Москве и Подмосковье на частоте 738 кГц с половины седьмого утра и с 7 часов вечера по московскому времени. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей, заглянув на веб-сайт nhk.jp.russian. О курсе японской иены и котировке акций. В 5 часов вечера по японскому времени на токийской валютной бирже доллар котировался на отметке 111,3 иены, а в 7.30 вечера по японскому времени за рубежом курс евро составил 121,9 иены. На токийской фондовой бирже по завершении торгов пятницу индекс Nikkei составил 19196 пунктов. Продолжаем информационный выпуск. В Лос-Анджелесе был воздвигнут монумент по случаю 75-й годовщины со времени содержания в лагерях США американских японцев в годы Второй мировой войны. Сторонники движения в память об этом провели в четверг церемонию по случаю возведения монумента, посвященного американским японцам в районе Венеции, Лос-Анджелес. После нападения Японии на военно-морскую базу США Пёрл-Харбор на Гавайях, тогдашний президент Франклин Рузвельт подписал в 1942 году указ о депортации 120 тысяч американских японцев в концентрационные лагеря. Памятник построен на одной из площадок, откуда производилась доставка автобусами в лагеря. Надпись на памятнике гласит, что власти никогда больше не должны совершать акты несправедливости в отношении какой-либо группы, основываясь только на этнической принадлежности по половому признаку или сексуальной ориентации расе или религии. Заключение о других событиях дня. Бывший глава оператора школы Моритомо Гакуэн раскрыл аудиозапись своего обсуждения с официальным представителем Министерства финансов вопроса о спорной сделке по продаже земельного участка в марте прошлого года. Эта сделка вызвала в стране скандал после того, как выяснилось, что главное ответственное лицо этой школы, Ясунори Кагойке, приобрел принадлежавший государству земельный участок в Осаке на западе Японии по цене ниже его рыночной стоимости. Кагойке представил эту аудиозапись в пятницу на заседании, организованном членами главной оппозиционной демократической партии. В этой аудиозаписи Кагойке просит Министерство решить проблему мусора, закопанного под этим земельным участком, который оператор Моритомо Гакуэн в то время арендовал. Этот официальный представитель сказал, что решение Министерства о сдаче в аренду земельного участка вместо его продажи, что являлось общепринятым правилом, было результатом специального распоряжения. По словам Кагойке, он полагал, что проблема начала быстро решаться, потому что жена премьер-министра стала почетным директором школы. Космическое агентство США заявляет, что один из их космических аппаратов отправил снимки атмосферы Сатурна после того, как успешно проник в проем между планетой и ее кольцами впервые за все время. НАСА запустило Кассини в 1997 году. Спутник вошел в проем около 9 часов вечера, 9 часов по всемирному времени в среду. Кассини отправил снимки атмосферы Сатурна, снятые, по словам НАСА, с ближайшей к планете точки из когда-либо достигнутых. Снимки показывают гигантский, похожий на ураган, шторм и скопление тумана. Ведущая туристическое агентство Японии GTB сообщила, что около 595 тысяч человек, по всей видимости, отправятся в зарубежные поездки во время предстоящей череды выходных и праздничных дней. Эта цифра аналогична самому высокому за все время показателю, зафиксированному в 2012 году. Остаются популярными поездки на небольшие расстояния, главным образом в азиатском направлении, благодаря расширению услуг, предлагаемых бюджетными авиакомпаниями. В этом году популярны также поездки и на длинные расстояния, в особенности в Соединенные Штаты Америки, страны северной части Европы и в Испанию, которые считаются относительно безопасными. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Михаил Соленков и Елена Высочина. В эфире выпуск передачи «Приготовим японские блюда». В апреле и мае мы хотим познакомить вас с рецептами полезных для здоровья блюд. Мы расскажем о приготовлении блюд, которые помогают предотвратить возникновение болезней, вызываемых неправильным образом жизни. Сегодня темой нашей передачи станет предотвращение высокого кровяного давления. Чтобы справиться с проблемой высокого давления, полезно сократить количество употребляемой соли. Расскажет нам о приготовлении блюда с пониженным содержанием соли кулинар Акико Ватанабе. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Акико Ватанабе. Сегодня мы приготовим курицу терияки с пониженным содержанием соли. В одной из прошлых передач мы уже рассказывали о приготовлении курицы терияки. Но сегодня мы в два раза уменьшим содержание соли в этом блюде. И сделаем это так, что вкус совершенно не пострадает. Прежде всего посмотрим, какие понадобятся ингредиенты для приготовления курицы терияки с пониженным содержанием соли. Наш рецепт, как всегда, рассчитан на 4 порции. Итак, возьмем 2 куриных окорочка без костей, но с кожицей, общим весом 500 граммов. Немного картофельного крахмала и 1 столовую ложку растительного масла для приготовления курицы. Для соуса терияки нужно взять 50 миллилитров яблочного сока, 1 и 1 треть столовой ложки соевого соуса, 2 чайные ложки сахара, 1 чайную ложку уксуса и 5 граммов корня имбиря. Начнем приготовление. Сначала подготовим куриные окорочка. Положите куриные окорочка на разделочную доску кожицей вниз. Разрежьте каждый кусок пополам в самом тонком месте. У вас получится 4 куриных филе. Куриные окорочка довольно толстые, поэтому если вы будете их готовить без предварительной подготовки, мясо сожмется и его будет трудно хорошо прожарить. Поэтому надо сделать каждый кусочек филе тоньше. Каждый кусочек филе надрежьте горизонтально от центра вправо и влево, не разрезая при этом мясо до конца. Проверяйте толщину мяса и надрезайте сразу всю сторону, делая филе тоньше. Держа нож параллельно разделочной доске, надрежьте филе, двигая нож по направлению к себе. Чтобы равномерно разрезать филе, работайте кончиком ножа и надрезайте мясо небольшими движениями. Надрезав одну сторону филе, раскройте его, затем точно так же надрежьте вторую сторону филе и раскройте его. Такой способ симметричного надрезания филе от центра к бокам по-японски называется канонбираки. Это название произошло от футляра для хранения статуи богини Милосердия канон, створки которого также раскрываются от середины в стороны. Это напоминает французские створчатые двери. Итак, площадь кусочка филе увеличилась в два раза, а толщина уменьшилась вдвое. Таким же образом надрежьте и все остальные кусочки филе. Затем насыпьте в поддон картофельный крахмал и положите в него филе курицы. Обваляйте в крахмале филе курицы. Сначала обильно посыпьте крахмалом кусочек филе, а затем стряхните лишний крахмал. В таком случае крахмал равномерно покроет все филе. А теперь смешаем приправы для соуса терияки. Этот соус – самая важная часть нашего рецепта. Обычно соус терияки делают из двух основных компонентов – соевого соуса и сахара. Но соевый соус содержит много соли. Поэтому сегодня мы в два раза уменьшим количество соевого соуса и добавим к нему яблочный сок, уксус и натертый имбирь. Приправы с характерным ароматом усиливают вкус блюда. Их очень удобно использовать для приготовления блюд с пониженным содержанием соли. В небольшую чашу налейте соевый соус и насыпьте сахар. Затем добавьте уксус, натертый имбирь и яблочный сок. Все хорошо перемешайте. Соус готов. Теперь поджарим куриное филе. Возьмите большую сковороду, чтобы поджарить сразу все кусочки филе. Картофельный крахмал впитывает растительное масло, поэтому используйте чуть больше масла, чем обычно. Когда сковорода нагреется, положите в нее кусочки филе кожицей вниз. Жарьте курицу на среднем огне, время от времени передвигая кусочки, чтобы они равномерно зарумянились. Румяная корочка придает куриному мясу блеск. Филе будет выглядеть аппетитно и приобретет замечательный аромат. Когда кусочки филе зарумянятся до золотисто-коричневого цвета, переверните их. Накройте сковороду крышкой, чтобы мясо полностью прожарилось. Убавьте огонь до слабого и жарьте еще 4 минуты. Проверим, приготовились ли кусочки филе. Проткните самую толстую часть филе палочкой или вилкой. Если из мяса вытекает прозрачный сок, значит оно готово. Когда куриное филе хорошо прожарится, выключите огонь и достаньте мясо из сковороды. Теперь вытрите сковороду, чтобы удалить остатки куриного жира. Если жир и масло останутся в сковороде, то вам будет трудно покрыть филе соусом терияки. А мы займемся сейчас именно этим. Налейте соус в сковороду. Сахар, который входит в состав соуса, обычно оседает на дно чаши, поэтому предварительно еще раз хорошо перемешайте соус. Разогрейте сковороду на слабом огне. Когда соус начнет закипать, положите в сковороду куриное филе. Кусочки курицы уже хорошо прожарились, поэтому вам надо только пропитать их соусом. Переворачивайте кусочки филе, чтобы соус покрыл их со всех сторон. Картофельный крахмал поможет соусу терияки стать более густым. Когда кусочки куриного филе полностью покроются соусом, достаньте их из сковороды и положите на разделочную доску кожицей вверх. Когда филе немного остынет, нарежьте его полосками толщиной по 1 см и положите на тарелку. Добавьте к блюду зеленые овощи, например, салат латук, брокколи и огурец, а также ломтик лимона. Хотя в этом блюде и мало соли, курица терияки отличается насыщенным ароматом и вкусом умами. В соусе мало соли, но он покрывает поверхность куриного филе, и ваши вкусовые рецепторы вполне ощутят соль. Широко используйте такие приправы, как уксус, лимон, хрен васаби, а также перец в повседневном меню. И это поможет вам снизить количество потребляемой соли. А теперь рубрика «Заметки кулинара». Сегодня мы расскажем о том, как снизить содержание соли в блюдах. Соль делает блюда вкусными, но слишком большое количество потребляемой соли приводит к появлению проблем со здоровьем. Например, повышает кровяное давление и вызывает сердечные заболевания. Хотя японскую кухню, васяку считают полезной для здоровья, в ней, на удивление, много соли. Японцы в среднем употребляют 11 граммов соли в день. А Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять в пищу менее 5 граммов соли в день. 5 граммов соли – это около одной чайной ложки. Когда вы пытаетесь просто уменьшить количество соли в блюдах, вам кажется, что вы не получаете радость от еды. И даже когда вы понимаете, что уменьшение соли полезно для здоровья, бывает трудно соблюдать диету с пониженным содержанием соли. В рецепте курицы Терияки, о котором мы рассказали сегодня, соус содержит в 2 раза меньше соли, чем обычно. Но, несмотря на это, соус очень вкусный, потому что в нем есть яблочный сок, уксус и имбирь. Использование ингредиентов с сильным ароматом и вкусом помогает придерживаться диеты с пониженным содержанием соли. Но есть и другой вариант. Можно более эффективно использовать соевый соус. Хотя в нем много натрия, соевый соус содержит лишь 1,5 часть натрия по сравнению с обычной солью. Но у соевого соуса уникальный аромат. Поэтому даже маленькое количество соуса сделает блюдо более вкусным. Немного дополнительных знаний поможет вам снизить содержание соли в блюдах, которые вы готовите. Мы спросили кулинара Аки Коватанабе, как она уменьшает содержание соли в своих повседневных блюдах. В японской кухне есть много тушеных и отварных блюд, которые обычно содержат много соли, особенно когда мы хотим, чтобы ингредиенты хорошо впитали весь аромат бульона. Вот поэтому в последнее время я тушу ингредиенты в японском бульоне даси. А приправы добавляю только в самом конце приготовления, чтобы они не пропитывали блюда, а оставались лишь на его поверхности. А ведь на язык прежде всего попадает именно поверхность того или иного приготовленного продукта. И если она вкусная, то и вещь-продукт покажется деликатесом. Аки Коватанабе делится еще одной идеей. Я стараюсь употреблять в пищу как можно больше овощей и фруктов, содержащих много калия. Потому что калий помогает разрушать лишнюю соль. Картофель, яблоки и бананы – отличный источник калия. Не случайно в рецепт сегодняшнего блюда входил яблочный сок. Калий, который попадает в организм вместе с водой, выводит из организма лишнюю соль. Как много замечательных идей помогают придерживаться здорового питания. В Японии пользуются популярностью курсы кулинарии, где учат готовить блюда с пониженным содержанием соли, а также веб-сайты, на которых дают рецепты таких блюд. Мы надеемся, что и наши радиослушатели приложат немного усилий, чтобы уменьшить количество соли в блюдах и будут долго оставаться здоровыми. На этом мы заканчиваем выпуск передачи «Приготовим японские блюда», в котором рассказали о приготовлении курицы-торияки с пониженным содержанием соли. А сейчас для вас звучит песня. Она называется «Цветочный цвет». Исполняет группа «Nano Ripe». Это песня 2011 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом наша передача подошла к концу. Ее для вас подготовили и провели Михаил Соленков. И Елена Высочина. Всего вам доброго. До свидания, дорогие друзья. До новой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!